Сила танца доведет до телевидения. Это доказала наша гостья в студии программы «Страта вечера» Дарья Ватаман. Даша, привет! Привет, Даша! Даша, ты участница проекта «Сила танца. Дорогу детям», правильно? Да. На каком этапе сейчас конкурс? Он уже закончился. Но ты победила, вот скажи нам, да, парады. Нет, к сожалению, не победила, но было очень много интересных мастер-классов, я для себя открыла новый стиль контемпори. Скажи, чем пришлось брать жюри? Ну, мы все немножечко умеем танцевать, все немножечко поем в душе, да, все по-разному. Вот чем брала жюри? Ну, я думаю, что я пришла со спортивно-бальными танцами, а так как на проекте не было их, я бывала в группу контемпори, и у меня она хорошо начала получаться, и, возможно, они это отметили. То есть у тебя такое смешение стилей получилось, и ты получилась единственная такая необычная, оригинальная на этом проекте. А кто был в жюри, вот интересно? Там были постоянные жюри и наставники, постоянные члены жюри. Получается, из постоянных членов жюри это была Юлиана Цуркана, Елена Филимоненко и Анастасия Бадягина. А это танцоры все? Кто эти люди? Юлиан Цуркану, он по хип-хопу, а Елена Филимоненко и Анастасия Бадягина, они представители спортивно-бальных танцов. Интересно, вот в этом конкурсе ты выбирала наставников или наставники выбирали вас? Нет, мы там вытягивали карту. Там была первая, вторая, третья, четвертая команда. Первая хип-хоп, вторая фламенко, третья контемп, куда я, собственно, и попала. И четвертая, это ВОГ. То есть желания совпали с тем, что тебе выпало? Как ты думаешь, тебе повезло? Может, фламенко лучше было бы, нет? Ну, я хотела, на самом деле, в хип-хоп. Опа. Из бального танца сразу в хип-хоп. Да. Ну, ты бы намешала стилей, конечно. А с кем пришлось соревноваться? Кто были твои соперники? Ну, на кастинг было очень много заявок, но прошло в проект только 32 участника. Они были разных возрастов, от 6 до 16 лет. И все из разных стилей. Вот какую песню ты выбрала, когда участвовала в кастинге? То есть под какую песню ты танцевала? Это была смешанная румба и джайв. То есть это не песня, это музыка? Да. У меня, получается, был танец о том, что я жду звонка от организаторов этого проекта. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК А, ты решила таким хитрым способом обратить на себя внимание, чтобы тебя запомнили сразу. Вот видишь, ты прошла, значит, уловка удалась. А общий ваш групповой танец в полуфинале, о чем он? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Забывая о себе Говорили, будь хорошей А хотелось быть живой Мама, стала я такую Чтоб ты обрела покой Чтоб ты обрела покой Он о том, что мы не хотели быть удобными, и нам было сложно быть как не всех. А вот этот танец, когда вам наплели такие вот косички, это, я так понимаю, отсылка к коронавирусу или нет? Ну, сначала мы были как просто страхи, а потом, когда мы туда пришли, все начали говорить коронавирусы, коронавирусы, ну, будем коронавирусами. Главный страх последних двух лет – это коронавирус, вам удалось его станцевать. А твой настоящий страх? Ты сказал, что пауки. Боишься пауку? Нет. А я боюсь, я подумала, что, Даш, я прям как ты на самом деле. Я боюсь прыгать с парашюта. И не зря. Нет, не надо, не надо прыгать с парашюта. Не надо прыгать с парашюта. Особенно, когда тебе 12 лет. Лучше дружить с пауками и змеями. Даш, скажи, кто придумывал костюмы? И вообще, за хорошие костюмы жюри давало дополнительные? Даша, за костюмы жюри не давало дополнительные баллы, но все пытались прийти в хороших костюмах, чтобы было красиво. Запомниться, правда же? Да. А придумывали костюмы наши наставники. Сергей Головня и Александр Жасошников. Даша, многие люди, когда становятся известными танцорами, певцами, спортсменами, они рассказывают историю, что в спорт их привели случайно. Что чуть ли не бабушка там привела их на танцы, на пение и так далее. Как ты попала в танцы? Кто тебя привел? Сначала мы искали разные направления, чтобы мне тогда было 3,5 года, и я пошла на гимнастику, акробатику и на танцы. Но к 5 годам я уже пришла в спортивно-бальные танцы, и они у меня только и остались. Есть у тебя немножко волнение? Перед телевизором тебя смотрят многие, а вот когда ты выходишь на большую сцену, тебя видят незнакомые люди, некоторые люди в тени, ты зрителей не видишь. Вот как побороть это волнение? Ну, перед выходом я там разминаюсь, а если я волнуюсь, когда уже вышла, я представляю то, что я полностью одна в зале. То есть тебе удается это представить? Это как я, я говорю, танцуй так, как будто тебя никто не видит. Никто не видит. Ну, вот ты знаешь, спортсмены тренируются иногда и по 2 раза в день. Вот ты, когда готовилась к этому проекту, у тебя какое было списание тренировок? Ну, я тренировалась больше, ну, я тренировалась практически каждый день, частью в Кишиневе и частью в Тирасполе. Тренировалась я со своим тренером Никитой Александровичем и со своим хореографом Ириной Геннадьевной. Даша, мы очень любим, когда к нам приходят в гости, программу «Стро до вечера», и для них, для любимых гостей мы готовим каверзные вопросы, готовим маленькие конкурсы. Бояться не надо, в этот раз мы конкурс назвали «Танцуют все». Итак, Даша, у нас 4 вопроса, и каждому вопросу есть 4 ответа. Тебе нужно выбрать правильнее. Первый вопрос, готово? Да. Какой танец включен в программу Олимпийских игр? Это брейк-данс, это чечетка, это полька, это вок. Какой-то из них включен в Олимпийские игры. Как ты думаешь? Брейк-данс, чечетка, полька и вок. Итак, что выбираем? Брейк-данс, вок, чечетку. Брейк-данс. Совершенно верно, твоя интуиция тебя не подвела. Это брейк-данс, очень массовый танец, и поэтому его туда включили. Брейк-данс в программе Олимпийских игр, представляешь, вообще вещь. Второй вопрос, ничего сложного. Логика. Как в России до 17 века назвали танец, само слово «танец», называли «галушка», называли «пляска», «выкрутасы» и «джига-дрыга»? Как думаешь, танец пришел в русский язык из Германии, поэтому до 17 века вот сами танцы называли иначе. Вот как, как ты думаешь? «Галушка», «пляска», «выкрутасы» и «джига-дрыга». «Пляска», «пляска». Совершенно верно, Даша. Молодец. Хорошо. Третий вопрос. Какого танца не существует? Его нет. Мы его придумали. Это танец с ножницами, танец с саблями, танец живота, танец с ведрами. Там танец живота есть? Есть, танец живота есть. Танец с саблями есть? Есть. Есть. С ножницами. Подскажем, что такое танец есть в Перу? Поэтому он тоже есть. А что же осталось? Танец с саблями. Да, это танец мы придумали. Молодец. Даша, смотри. Очередной танцевальный конкурс. Это «Сила танца» подошел к концу. Что дальше? Какие у тебя планы? Я хочу на следующий год вернуться и победить. Сюда же в этот проект? Да. И из таких грандиозных планов я хочу стать членом мира, открыть свой клуб и тренировать там детку. Мы рады были тебя видеть. Мы желаем тебе только побед и надеемся до новых встреч. Спасибо большое, что пришла к нам. Пока. Пока. До свидания. А мы двигаемся дальше. Песни и пляски будут на новогодних утренниках. Сказочные герои зовут отметить Новый год вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова